15 тысяч рублей, а то и 25. Такие суммы за отопление жильцы дома на Преображенской 74 увидели в своих квитанциях за апрель. Оказалось, что ресурсники пересчитали людям плату за последние три года. Представители организации утверждают, что все это время прибор учета передавал потребление ресурса неверно. Жители возражают, счетчик несколько раз прошел поверку. Платить они не будут. В конфликт уже вмешалась управляющая компания и начальник госжилинспекции, на чьей стороне правда выясняла Ульяна Издакова. Во дворе дома на Преображенской 74 собрались десятки жильцов. Повод печальный и денежный. В начале мая людям пришли квитанции за тепло за апрель. Сумма, которую увидели в строке и того, повергла в шок. У кого-то 15 тысяч за однушку, у кого-то 20 за двухкомнатную квартиру. У жильцов самых просторных апартаментов плата за коммуналку зашкалила за 30 тысяч. Люди стали выяснять, в чем дело. Оказалось, что ресурсники сделали перерасчет за тепло за три года. При обследовании систем потребления тепловой энергии многоквартирного дома было выявлено, что приборы учета учитывают потребление только жилых помещений. МДК и не учитывают потребление нежилых помещений. Мы примерно посчитали, больше двух миллионов нам накинули. Да, в доме есть нежилые помещения, подтверждают люди. Городская библиотека и мастерская по ремонту обуви. Но организации сами платят за коммуналку. Причем тут жильцы. Счетчик, который якобы выдавал неверные показания, был установлен еще в 2013 году за счет жильцов, объяснили активисты дома. Потом его передали в собственность энергосбыта. Есть акт приемки, подписанный в том числе и ресурсниками. К тому же, с тех пор его неоднократно поверяли. Все было в порядке. Поэтому люди отказываются платить огромный перерасчет. У многих попросту нет таких денег. Родители, инвалиды, много денег уходит на лекарства. И 14,5 тысяч заплатить – это тяжело. Это даже морально тяжело. Доход для любого человека, когда он платил, 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 и вдруг оказывается, что недоплачивал. На 4 тысячи пришло. У меня 15 тысяч рублей. Мы жили, жили, мы платим деньги, все оплачиваем, все счета. И вдруг нам приходит такая штука. Какая-то у них ошибка, они хотели на нас все это спихнуть. Ну это здесь причем. Пусть не объяснял, в чем я виноват и за что меня наказали. Управляющая компания встала на сторону жильцов. Представитель организации объяснил – в доме два счетчика. Тот, который считает больше и принадлежит энергосбыту. Именно по нему сделали перерасчет. И второй – он является собственностью дома. По этому прибору начисляли квитанции с 2013 года. Но в марте при очередной проверке выяснилось, что он учитывает не все тепло. Но счетчик установлен по проекту. То есть вины жильцов в этом нету. Вины управляющей тоже нету. То есть где показали установку счетчиков ресурсоснабжающей организации, там он и установлен. И он допущен в эксплуатацию. То есть никто об этом не мог знать, кроме энергосбыта. В свою очередь представитель энергосбыта признала – да, была допущена ошибка при проектировании. Поэтому счетчик, установленный 10 лет назад, не учитывал все тепло. Кто именно совершил оплошность, предстоит выяснить. Однако все эти годы люди пользовались ресурсом по полной и обязаны заплатить. Да, была ошибка при проектировании. При этом расчет все эти 10 лет шел и на нежилые помещения, и на жилые помещения. Поэтому, соответственно, плата у жителей была процентов на 30 меньше. Они платят рублем не за чужую ошибку, они платят за то, что они фактически потребили. В итоге в дискуссию на месте вмешалась начальник госжилинспекции Алена Дудникова. Она заверила – ведомство проверит, по закону ли начислены доплата за тепло за три года. К тому же в ближайшее время все стороны конфликта планируют встретиться в министерстве ЖКХ и обсудить ситуацию еще раз. Мы будем следить за развитием событий. Ульяна Издакова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.